Очередная неспокойная ночь в Российской Федерации. Украинские дроны вновь посетили российскую нефтебазу. Мы даже не поняли сразу. Забудел, как мопед. Утром 1 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении беспилотного летательного аппарата на территории нефтебазы в Светлограде. Стоит отметить, что партизанское движение ТЭШ еще полгода назад проводило разведку этого объекта. По данным наблюдения, на территории нефтебазы постоянно находится значительное количество охраны, которая патрулирует даже труднодоступные участки. Нефтебаза в Светлограде – важный стратегический объект. Предприятие активно работает и обеспечивает топливом российские войска на юго-восточном отрезке фронта. Каждый день отсюда отправляются железнодорожные поезда и автоцистерны с нефтепродуктами. Кроме того, неспокойно ночью было и в Брянске. Также этой ночью один из дронов долетел до Уфы. На заводе Башнефть произошла эвакуация. Стоит отметить, что расстояние от Украины до Уфы составляет более 1400 километров. В свою очередь, россияне традиционно заявили о том, что никакого взрыва не было, на месте удара был просто хлопок. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Отметим, что в результате атаки БПЛА свою работу прекратил местный аэропорт. В свою очередь, украинские паблики замечают, что дроны посетили Уфу едва ли не впервые. Недаром видит этот город один из центров нефтепереработки и нефтехимии. Не спала также и Башкирия. Российские СМИ опубликовали снимок последствий атаки беспилотника на одной из предприятий башкирского ТЭКа. Аппарат столкнулся с противодронной защитой. Атака дрона не нанесла какого-то серьезного ущерба. В здании всего лишь вылетели стекла. Два других БПЛА упали вне территории объектов. Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников. Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работают следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы. Ситуация под контролем. Российская Минобороны сообщила о том, что ночью 1 ноября силы противовоздушной обороны якобы уничтожили или перехватили в небе над российскими регионами 83 беспилотника. Итак, по мнению Минобороны РФ, 36 дронов сбито на территории Курской области, 20 над Брянской, 12 над временно оккупированным россиянами Крымом, 8 над Воронежской областью, 4 над Орловской областью и 3 над Белгородской областью. Субтитры создавал DimaTorzok